Для этого нужна мужская сила, мои хорошие. Мужская сила не означает 24 часа в сутки думать об одном красивом месте женщины. Понимаете, не надо этим заниматься всю жизнь. Это как награды должно приходить. Человек-мужчина не должен становиться тряпкой. Видите, я такую сложную тему для понимания затронул. Но это основа. Если человек этого не понимает, он не может найти свое предназначение. Потому что для этого нужно быть развитым человеком. Характер человека развивается таким образом. Мужской характер развивается через аскетизм, волю, решимость, выносливость, целеустремленность, терпение. Женский характер начинает развиваться через доброту, мягкость характера, смирение. Сострадание, заботу, ласку, внимательность. Мужской характер развивается через ответственность, решимость, желание работать над собой и также духовно развиваться, как ни странно. А женский характер развивается через... Я вам следующую стадию рассказываю, женщину уже следующую, на уровне разума. Через верность развивается женский характер. Развивается через способность прощать и улаживать отношения. Развивается женский характер. Также он развивается через способность чувствовать или способность глубоко понимать сердцем ситуацию. Это уже на уровне духовном происходит. А женщина духовно развивается по факту. Итак, мы говорим с вами о разуме сейчас. То есть разум нужно развивать. Веды говорят, что человек это разумное существо, в отличие от животных. У животных тоже есть ум, но разум не функционирует. Он в зачаточном состоянии живет. А у человека разум начинает функционировать. И разум состоит из знания о том, кто я такой, о своей природе. Мы сейчас говорим о природе мужчины, природе женщины. Это более глубокое знание. Оно дает понять, понимание, куда направить свою жизнь, в какое русло. Это очень важно знать. Если человек не направил в правильное русло свою жизнь... Понимаете, то есть люди думают, что нужно вот это вот все, вот это вот круто устроить, и тогда внутри будет счастье. Теперь смотрите, ведическая культура говорит, все наоборот. Вот это все, что снаружи находится, оно счастье не приносит, если нет глубоких отношений друг с другом. Вот, допустим, сейчас проводим тест такой. Глазки закрываем все и вспоминаем близкого человека. Давайте вспоминаем. У нас тренинг такой. Вспоминаем близкого человека. Я вам сейчас говорю ответы, три ответа. Первый ответ – не вспоминается. Второй ответ – вспоминается с обидой. или с неприязнью. Третий ответ – светлая память о человеке вспыхивает. Открывайте класс. В первом случае у вас нет отношений, не вспоминается. Значит, вы живете с человеком, но по факту вы с ним купите деньги на холодильнике, на машины, на квартиру, но у вас нет с ним отношений. Значит, нет счастья никакого. Просто пустую жизнь живете, и все. Пустота. Второй вариант – вы не знаете, как строить отношения с этим человеком, потому что не вкладывали силы в это. Вы не изучали, как это делать. У вас не было возможности внутренней. В результате вы просто тратите с ним, заряя свое время, и портите эти отношения. Если обида там, неприязнь к нему у вас, допустим. И третий тип – светлая память о человеке. Вы хорошее, что-то вспомнили о нем. Это значит, что у вас есть нормальная, правильная, обычная, хорошая, обычная жизнь, обычная, хорошая жизнь. Запомните, люди, которые очень сильно вкладывают в труд, работу, они вот очень сильно заинтересованы в расширении своей жилплощади, у них нет времени на отношения. Когда им отношения строят? Они уходят на работу, потом приходят усталые, у них нет сил для отношений. Вы скажете, Олег Геннадьевич, так все сейчас живут. Я понимаю, что есть скованность определенной ситуации, но есть направленность также личности. Понимаете, если личность на работе желает счастья своей жене, своим детям, то уже есть отношения. Веды говорят, отношения в сердце, они не заканчиваются, когда люди вместе или снаружи. Энергия ума действует постоянно. Если жена женщина, допустим, прощает своего мужа в своем сердце, у нее есть с ним отношения, даже если есть раздоры. А если она не понимает, что надо этим заниматься, вот сидеть и учиться прощать, то у нее не будет отношений. Она говорит, он меня не любит. А ты приложила усилия, чтобы полюбил или нет? Вот в этом вся проблема. Мы не знаем, куда прилагать усилия. Все усилия идут на накопление денег на телевизор. Понимаете? А не на то, чтобы создавать счастье в отношениях. То, что самое касается бизнесмена. Вот представьте, он надул всех, кого мог надуть вокруг. И вовсе не любит. Он будет счастлив, нет? В бизнесе в своем будет счастлив. Но он будет счастлив в том, что у него много капусты, будет бабла. Так, что у него еще будет? У него будет понты, потом у него будет много вещей всяких. Вот одежда. Он сможет бизнес-склад. Вот так вот. Вот так я вижу каждый день. Проходи. Вот. Нормально все. Это хорошо. Если человеку этого хочется, пожалуйста. Но счастья-то не будет. С женой глубоких отношений не будет. С детьми не будет отношений. Человек в пустоте будет жить. Почему? Потому что он никак не те цели поставил. Бизнесмен должен жить так, чтобы все счастливы были вокруг. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вы куда попали? Посмотрите. Сейчас так невозможно жить. Я согласен. Потому что нет образования. Но вот у меня, допустим, мои лекции организуют тоже люди, которые занимаются политикой, бизнесом. И они прилагают усилия к тому, чтобы в стране было лучше. И эти усилия уже успешны. Понимаете? То есть можно, можно все менять. Может быть не сразу. Но можно. Для этого нужно сначала обрести знание, что делать. Понимаете, что менять-то надо? Менять надо знания у людей. Надо, чтобы люди поняли, как жить. Если по кабельному телевидению... Неправильно ударение поставить. По кабельному, может. Кабельному. Или по кабельному все-таки. Если по кабельному телевидению постоянно мертвые не потеют, показывают, то что это у нас изменится внутри от этого? Ничего не изменится. Мы не сможем развиться без личности. Так или нет? Согласны со мной? Нет нравственных фильмов. Нет понимания, как развиваться. У нас нет личного основного развития. И никто не занимается этим по факту. Из-за этого что происходит? Что бизнесмен просто не знает, как ему быть счастливым. Он не знает, что есть тонкие связи между людьми. Если ты всех обидел, ты не будешь быть счастливым по факту. Не можешь. Я в милицейской академии лекции читал разок. 500 милиционеров слушал. Страшная вещь. У меня ноги тряслись. Мне 40 минут дали. Адютант сказал. 40 минут тебе на все. Они меня слушали вот так вот. 21 минут вот так вот. Давай говори и уматывай. Быстрее. Вот так вот. Я не знал, что делать. Я понял, что надо говорить на их языке. Я начал объяснять, что есть определенные энергии, которые связаны вот с этой вот способностью человека управлять. Начал говорить, что, например, способностью управлять, управляет Марс. С этой планетой связаны разные органы, которые находятся по прямой линии. Вот так вот. Допустим, люди, которые имеют склонность к власти, у них обычно сильный аппетит. У них обычно очень сильная продуктивная способность. То есть они, секс такой сильный, крепкий. Вот. У них обычно много чего есть. И я как бы начал связывать одно с этим с другим. И сказал, что если человек обижает людей своей властью, то у него вот эта сила, связанная с Марсом, начинает таять. И по факту в результате вот этих обид, когда человек, который подчинен ему, он испытывает вот эти вот беспокойства, то в результате развивается импотенция. Потому что это все одна и та же энергия. Или ты защищаешь всех, и у тебя вот эта мужская природа увеличивает свою силу, или ты наоборот мучаешь всех, и мужская природа дает осечку. И знаете, как они начали меня слушать? У них поменялись лица. Они поняли, что это важная информация для них. То есть они до этого, я показывал вам, как они сидели. Вот так. Говори, умапывай. Или сваливай. Потом резко, вот когда они узнали об Экпотенции, они вот так вот, как Ленин в октябре. Начали слушать меня. Все вместе. У них людей, которые управляют, у них коллективное мышление. Они раз, сразу все вот так вместе. Начали слушать. У нас 20 последних минут мы очень продуктивно поработали. То есть люди поняли, как надо жить. Не то, что нет такое представление, что милиционеры плохие люди. Нет, неплохие. Нет образования. Нет образования, как им жить, что им делать. Что им надо людей защищать, а не мучить, не грабить. Нет образования об этом. Они поэтому несчастные люди. Часто спиваются. Есть статистика. Что люди, которые занимаются в ГАИ, вот этим вот рыбалкой занимаются. Ловись рыбка большая и маленькая. Они часто спиваются, понимаете? Потому что они мучают людей. Они должны делать так, чтобы люди не разбивались. Они их мучают. В результате у них складываются вот эти отрицательные связи в сердце. И человек потом страдает от этой деятельности по факту. Почему? Потому что он не понимает, зачем она нужна, эта деятельность. Он думает, для того, чтобы капусту собирать и строить себе большой дом. Нет, она нужна для того, чтобы счастье испытывать. Вот в этом коренной вопрос ключевой, зачем чем-то заниматься, понимаете? Современная культура считает, что чем-то заниматься надо для того, чтобы иметь больше денег. А древняя культура считала, что чем-то заниматься нужно для того, чтобы быть счастливым. Вы пытаетесь понять разницу в этих двух вещах. Они прямо противоположны. В отличие от того, что нас учат современные фильмы вот эти. Когда ходят такие вот люди, которые вроде бы очень счастливы. Потому что они постоянно думают о том, как побольше денег заработать. Надо думать о том, как ты свой долг выполняешь перед людьми. Тогда ты будешь счастливым. Итак, вот эти люди, бизнесмены, их природа такая. Благотворительность – это сила, которая дает им быть счастливыми. И держать слово – это второе качество, которое дает им возможность быть успешными. Когда человек держит слово, он всегда имеет партнеров. Такие люди склонны к общению, бизнесмены, они могут нормально разговаривать, общаться. У них есть способность привлекать к себе внимание. Они очень способны деликатно, правильно вести, устанавливать отношения, дружить. Это их природное свойство. Они также знают, как извлекать прибыль из денег. Это их тоже природное свойство. Они могут рассчитывать прибыль. Могут коллекционировать, копить и так далее. Они знают, как вкладывать деньги, как их брать из оборотов и так далее. Это их природные способности. Не надо думать, что это можно как-то развить. Или есть это у человека или нет. То есть люди говорят, что вот эти четыре категории людей не меняются. Если человек родился ученым, он таким помрет. Родился правителем, таким помрет. И так же родился бизнесменом, таким же и останется. Понимаете? Но проблема в том, что мы не знаем, кем родились. Это означает, что мы недоразвитые. Помните, я говорю, как развиваться? Мужчине через аскезы, через работу над собой и через работу. Вот если, допустим, мужчина не знает, кем ему работать, надо просто идти работать. Просто идти работать. Не важно кем, не важно какая зарплата. Важно, что если мужчина работает, значит он развивается как личность. Если дома сидит, не развивается. Все. Точка. Женщине, чтобы развиваться, надо иметь отношения. Близкие отношения. Не важно с кем. Нет мужа, дружите с подружками, с родителями устанавливайте отношения. Птичек кормите, там жучку, внучку, там детку, репку. Всех любите. Вот и будет развитие личности. И последний тип. Это люди, у которых нижний центр разума очень активен, а средний стоит на втором месте. Это те люди, которые хотят в жизни достигнуть гармонии с этим миром. То есть нижний центр отвечает за самосохранение, за гармонию, за устойчивость жизни. Они хотят устойчивость жизни, устойчивую работу. Чтобы их никто не тректировал. Они хотят любимым делом заниматься. Они хотят приносить счастье своим трудом. И главное качество, два главных качества, которые приносят счастье, это первое качество, это любить труд, а не деньги. И второе качество, способность подчиняться старшим или начальнице. Если они способны, вот эти два качества иметь, они успешные. Нет, значит несчастные. Если такой человек, который имеет эту категорию, он меняет свое дело, свой творческий труд на деньги, он хочет больше денег иметь, меньше творчества, с труда, он становится как ишак просто. Пашут и все. У него нет ни счастья, ни любви в жизни, ничего. И второе, если такой человек не способен подчиняться, он постоянно спорит с начальством, то он тоже не может иметь места, где ему работать и жить. Он будет постоянно мучиться. Итак, четыре конституции разума мы с вами объяснили. Не путайте это с конституциями чувств. Есть конституции чувств. Чувство это щупальца ума. Есть пять чувств. Чувство слуха, чувство осязания, чувство зрения, чувство вкуса и чувство обоняния. Самое главное чувство это чувство слуха. Оно связано с разумом. Оно меняет судьбу человека. Знания, переданные через звук, меняют судьбу. Чувство зрения связано с умом. По глазам можно определить человека, его характер. Поэтому, если ты хочешь с кем-то жить, смотри в глаза. Изучай глаза человека. Глаза не нравятся, значит, ты несовместим с этим человеком. Но если ты хочешь понять, куда ты пойдешь с этим человеком вместе, тогда слушай его звук, голос. Потому что через голос можно понять разум человека. Когда рот открывает человек, все понятно, что за человек. Пока смотрит, непонятно. Понятно, да? То есть разум определяет наклонность и направленность человека. Это через звук определяется, через голос. Теперь дальше двигаемся вперед. Итак, чувственные конституции, описанные современными учеными. Это меланхолики, сангвиники, флегматики, холерики. Нас это не интересует сейчас. Это никак не связано с признаточением человека. Понятно, да? Есть конституции ума, умственные конституции людей. Умственные конституции можно разделить на две категории в целом. Но их очень много по факту. Одни являются интроверты. То есть они как бы внутри все переваривают. А другие экстраверты. Они стараются наружу свои эмоции выплескивать. Это деятельность ума. Понятно, да? Ничего общего с работой не имеет опять со специальностью. И конституции разума четыре, я вам объяснил уже. Вот о них мы сейчас и говорили. Не путайте также экстравертов и интровертов с другой категорией людей. Людей с внешним сознанием и с внутренним сознанием. Вот это вот то, что нам сейчас надо обсуждить очень серьезно. Потому что веды говорят, если человек не переходит с внешнего сознания на внутреннее, он никогда не найдет себя в жизни вообще. У него нет шансов гармонии найти. Ни в семье, ни на работе, ни в отношениях, нигде. Что такое внешнее сознание? Объясняю. Внешнее сознание, это значит, что человек считает, что количество жилплощади, количество предметов, которые его окружают, марка машины, которая у него есть, количество денег, которые у него есть, определяет количество его счастья. Запомнили, да, что такое внешнее сознание? Внутреннее сознание означает, что количество теплых и нежных отношений, количество любви, количество верности, количество чистоты в отношениях, способность глубоко понимать близкого человека. скажет, да это все сентименты, ну, почему, значит, не может, бери до работы, какие проблемы? Есть проблемы? У него нет силы, он устает там сильно, ему психически очень тяжело. Есть много проблем? Почему? Потому что он работает не по своей природе. А вот женщинам вообще не нужно думать, что работа это главное в их жизни. Это вообще не по их природе. Представляете, женщины, что я сказал? Хорошо, что у вас тухлых яиц нет с собой. Сейчас вы меня уже давно тут сделали котлету. Веда объясняет, что у человека есть два психических канала. Я тоже объяснял на прошлой лекции. Один канал идет вдоль позвоночника, называется Ида-Нади, идет с левой стороны. Он у женщины работает в три раза сильнее, чем у мужчин. А другой Пинга-Ла-Нади, то есть канал, который отвечает за мужские функции больше, чем женские, с правой стороны, у мужчин в три раза сильнее. То есть правая половина тела у мужчин и у женщин мужская, а у женщин, а левая половина у мужчин и женщин женская. Женская половина тела связана с семьей, с близкими отношениями между людьми. По ней течет энергии любви. У женщины энергии любви в три раза больше, чем у мужчины. Поэтому, соответственно, и тело формируется у женщины нежнее, красивее, ласковее, утонченнее. Больше у женщины работает интуиция, она лучше понимает ситуацию. У мужчины больше волевых функций. У него энергия знаний течет, ну как бы в его сознании больше энергии знаний. Поэтому мужчины, они больше стремятся развиваться как личности в социуме, пытаются как бы все устроить как надо. Женщина больше склонна получать счастье от личных отношений. Поэтому она даже на работе пытается со всеми подружиться поближе. За что и получает страдания. Потому что на работе нет личных отношений, есть формальные отношения. Формальные означают отношения долго. Спрашивается, как же тогда работать женщине, если на работе должны быть формальные отношения. Чем ближе отношения, тем тяжелее работать. Потому что включаются эмоции, обиды, разочарования в человеке. Понимаете, на производстве или, допустим, в деловых отношениях, в социуме, не требуется сильно любить друг друга для того, чтобы выполнять какую-то роль. Может быть, даже и требуется, но это любовь другого плана. В ней не нужно выяснять отношения. Человек должен просто выполнить свой долг рядом с тобой, а не должен направить свои усилия на отношения с тобой, как женщина это делает. Понимаете, но женщина не может жить без отношений. Если, допустим, у нее нет глубоких отношений, она вянет, как цветок без воды. Поэтому веды говорят, что женщина сначала должна позаботиться о своей личной жизни, а потом о работе. Я сейчас сказал революционную вещь. Она основана на древнем знании ведическом. В чем заключается революция? Революция заключается в том, что если женщина начинает сначала заботиться о своем социальном развитии, но у нее нет личной жизни глубокой и гармоничной, то в этом случае ее психика, вот эта вот женская энергия любви, она истощается, а энергия воли у нее увеличивается. В результате меняется структура сначала психическая, а так как ум контролирует грубое тело, меняется также структура и внешняя. То есть женщина, которая устремлена в дела, она теряет свои нормальные гормональные функции, она теряет красоту, внешнюю привлекательность, у нее меняется характер, она становится более настойчивой, что мужчинам очень не нравится, она становится очень болевой, что мужчинам не нравится, она становится непреклонной. Дальше она не чувствует, что она зависит от мужчины, она считает, что это он от меня зависит, вот. И у нее появляются другие наклонности, она уже не танцами занимается, а этим шейпингом там таким качается. Знаете, результат печальный, она теряет себя, потому что так как вот это вот развитие воли, оно не способствует развитию личных отношений. Личные отношения развиваются в утонченной, нежной среде, в которой женщина очень чутко, мягко, воспринчиво воспринимает ситуацию. Это означает ее нормальная ситуация, нормальная жизнь. Она там как-либо во дне, в воде в таких ситуациях. Но когда она развивает себе волевые функции, ее психическая энергия перетекает на правую сторону, в ней запускается механизм, в котором существуют четыре стадии. Первая стадия очень интересно работать на этом месте. Вторая стадия – устою. Третья стадия – надоело. Четвертая стадия – пора сматываться. Их женщина смеется, потому что они вспомнили, что у них так есть. Вот. Это означает не то, что женщине не нужно работать, что тоже является методом как бы для обсуждения темой. Работать, если то как. Вот. А это означает, что женщине нужно сначала утвердиться в отношениях близких. То есть она должна создать среду, в которой она может близкие отношения культивировать. И тогда у ней появляется сила для того, чтобы работать. У ней появляется устойчивость на работе в результате. Она спокойнее на работе себя чувствует. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Допустим, нет возможности создать семью. Тогда надо очень много силы вкладывать в отношения с подружками, с родителями, с близкими людьми. Не с отношениями с друзьями. То есть отношения, как это обезьянки. Под одним деревом поспали, под другим. Вот. Отношения с близкими людьми. Потому что если женщина ведет себя неустойчиво в близких отношениях, то есть то туда гуляет, то сюда гуляет, то она тогда не будет счастлива тем более. Потому что ей нужна стабильность в жизни. Ей нужна конкретная семья, конкретные отношения, конкретные дети. А не конкретные аборты. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть это должно... Почему я эту тему затеял? Вы скажете, Алик Геннадьевич, ну что, нельзя одновременно? Семья и работа? Нельзя. Потому что у человека есть высшая цель жизни, или более высокая цель, есть менее высокая. И куда, где более высокая цель, туда идут силы. Вот, допустим, сейчас лекция закончится, ко мне подойдут женщины и будут спрашивать, все-таки, Али Геннадь, чем заниматься? Видите, у них перевешивает, как бы, вот это. Они не спрашивают, а все-таки, Алик Геннадьевич, как мне по башке себе настучать, чтобы я подумала о своей личной жизни? Вот как мне так сделать, чтобы у меня вот переклинило в другую сторону, потекла энергия? Вот это хороший был бы вопрос. Потому что из детства в школе женщины-то чему учат? Потому что чему учат? То есть они учатся какой-то специальности, по факту. А женщина должна сначала выучиться в личной жизни и утвердиться в личной жизни очень сильно, а потом уже она очень сильно, хорошо сможет понять, как ей работать. Давайте приведем пример. Смотрите. Женщина, у нее хорошая семья. То есть у нее дети есть, у нее есть муж. Как вы думаете, она сильно мотивирована, чтобы сильно развиваться на работе? Или нет в этом случае? Нет, ей так хорошо. Но ей нужна работа? Нужна. Кому-то нужна, кому-то нет. Кому-то нужна, кому-то нет. Но если ей нужна работа, то какая работа? Хорошая. Что значит хорошая? Вот женщины, дорогие мои женщины, сейчас я вам объясню, что значит хорошая. Мужчины, затыкайте уши. Особенно те, которые женщины на работу принимают. Так хорошая работа, смотрите. Можно поговорить. Хорошая значит работа. Поговорить. Можно поговорить. Дальше. Можно перекусить. Два. Можно уйти пораньше с работы. Три. И никто не давит на мозги. Четыре. Так это не работа, мои хорошие. Вот я все, что перечислил, это вообще с работой никак не связано. Связано с отдыхом на работе. Видите, женщине нужна обстановка просто, в которой она сможет себя реализовать. Пообщаться, что-то поделать, поговорить и пойти домой. Ничего общего с работы это вообще не имеет. Это не работа называется. Это называется культурный отдых. И по факту, в древней культуре женщины занимались социальным, социумом. Чем они занимались? Так как у них сердце очень доброе, они заботились о детях, заботились о стариках, заботились о нищих, заботились об образовании людей. И они создавали отношения в обществе. Отношения. Понимаете? Сейчас женщины не создают отношения. Их энергия любви не задействована. По факту, у женщины были свои специальности. Это те специальности, которые связаны с заботой об обществе. Понимаете? Женщины заботились об обществе. Это тоже была работа, но она была вот в этой сфере. И поэтому было так хорошо, потому что в обществе было тепло жить в нашем. Тепло. Даже, может быть, какие-то 50 лет назад. Давайте так... Я хочу, чтобы у вас включались эмоции во время лекции, поэтому я буду петь на лекции. У нас вообще здесь немножко будет концерт, а не просто беседа. Я извиняюсь перед стенами Политехнического института за то, что так я сейчас буду петь во время лекции. Это не традиционный способ подачи знания, не классический. Но классический не работает. Я учился когда в институте, у меня один преподаватель, он был б-б-б-б-б-б, вот так преподавал. И мне так это тошнило от этого, что я так устал, что я... Когда он смотрел вниз, я вот так и бубнил, я вот так буб-б-б-б-б-б-б-б, передразнивал его. Все смеялись, он потом меня засек и поставил мне двойку на экзамен. По физиологии. Слушайте песню, которая укажет на то, как женщина должна в обществе себя вести и как в обществе, когда становится хорошо. И почему мы не знаем соседей своих. Слушайте. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, ты мне весело. Чувствуете, да, почему весело? Потому что девки гуляют везде. Они улыбаются, общаются друг с другом, им хорошо. На улице, да? Сейчас на улице девки гуляют? Гуляют с собачками. Кто-то поет на улице, нет? Поет, когда выпил совсем уже. На корячках ползает, поет. Люди не общаются друг с другом совсем. Мы не знакомы. Мы не знакомы друг с другом. Понимаете? Вот даже просто, если в подъезде кто-то... У меня жена просто готовила пирожки. Мы часто переезжали в Москве, жили в разных квартирах. Незнакомые люди вокруг. Не интересно жить. Это невозможно. Она готовила пирожки, звонила соседке и говорит, вот вы знаете, я не пойму, у меня тесто нормально пропеклось, попробуйте. Та такая, ну, эксперт-женщина же, эксперт-айминг. Обрала. Тесто нормально, начинка не очень. Потом еще пару пирожков подгребала. И после этого проходит полгода, открываются двери одновременно и мы улыбаемся друг другу. Все. То есть, понимаете, отношения есть. Жить тепло на этом месте. Жить тепло. Небольшой знак внимания. Кто этим должен? Мужики должны заниматься. Вот представьте, я беру пирожки, звоню соседу, попробую, мужик, прокеклось тесто. А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Это в самом лучшем случае тишина. В самом лучшем случае. Вот. То есть, идея в чем заключается? В том, что женская природа соткана из любви. И это значит, что женщина должна этим заниматься. Она должна поставить цели жизни своей этим заниматься. Если она чувствует, она сухая. Ей тяжело общаться, тяжело знакомиться, тяжело улыбаться. Тяжело создавать отношения. Это значит, она свои силы вкладывает не туда. Она слишком много пашет, работает. Она слишком много учится для того, чтобы слишком много работать. Результат печальная, несчастная судьба. Разломанная жизнь, потому что ее сила женская тает. Она никому не жна. Она некрасивая. Дети не любят, муж не любит. В лучшем случае, если они есть. А если она еще больше будет работать, вообще не будет. Потому что ей будет неинтересно с ней жить. Или, может, она вообще не сможет замуж выйти. Я вам сейчас говорю вещи очень практические. Поэтому для женщины на первом месте стоит сначала личная жизнь и развитие отношений. Через это она развивается как личность. Понимаете, ведь проблема ведь не в том заключается, что люди не могут найти себе работу. Нет. они просто не знают, чем заниматься. И эта проблема, она напрямую связана с характером человека. Есть развитый характер, бывает, а бывает недоразвитый. Когда характер становится развитым, человек начинает чувствовать, что ему надо в жизни, чем заниматься. А развитый характер возникает от того, что человек в обществе функционирует очень правильно и сильно. Понимаете, вот у женщин характер развивается и дает ей возможность понять, чем ей заниматься в жизни, в отношениях женских, а не деловых. Смотрите, как интересно. Сначала она как женщина развивает. Что значит как женщина? Означает, развивает в себе сострадание, доброту, отзывчивость, способность общаться правильно, смирение, послушание, заботливость. Она развивает женские качества в себе. И от этого она развивается как личность. Она становится сильной личностью и у нее появляется понимание, ей работать сразу же, того, что она развилась. Потому что как мужчина, женщина, когда пытается развиваться, у нее не будет вот этого быстрого развития. То есть, когда человек занимается не своим делом, хоть даже очень активно, он разрушает свою жизнь. Когда человек занимается своим делом, хотя бы чуть-чуть, он ее создает. не доставил. Не доставил, но и доставил, но и доставил, Продолжение следует...